Девочка-пай 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Ну вот, все убрали, создала. Добрый день! Добрый день! Что они со мной будут делать? Выбросили высказку с травмпровода и дело с концом. Выбросили высказку с травмпровода. Пусть тебе сладко, зато бы быстрее кончило. Так я хотя бы никого не отравлю. Вот это мило! Достать самоседение наглому коту. Услышав столько похвал в свой адрес, Лучше я никому не достанусь, чем наглому коту. Брысь! Мам! 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 Илюшка, ты чего, один весь торт с лобом? Нет, вот и чё, уже урастался. Такой красивый торт. И есть с тобой угры. За пашку? А пойдём? За пашку, за пашку. АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты уже застарилась и устала. Да, право проводить с ним на сензии. И не забыть, а на работу взять метлу, лобую метлу. Аплодисменты уже застарилась. Печать лошадь Шевальского. Безумно старый хлеб. В каком смысле? В полном смысле этого слова. Ах, ну да. Слоноевицы настолько и бывают, что в полном смысле этого слова. Так, значит, и я тут новая метла, и я буду следить за порядком. И чтобы мне тут все ни-ни. 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 Уже на следующее утро новая метла читала зверски грустного верблюда. Что же это вы, милейший верблюд? Колючек мне по всему закону накидали. Нет. Я, конечно, уберу заванью сегодня. Но чтобы завтра мне ни-ни. А зверски грустный верблюд уже и так уж был ни-ни. Да уж больше-то. Ни-ни. Почему кости везде? Я мясо ел с костями. А можно есть поаккуратнее? И безумно старый лев смутился. Одним словом полной нини. Интересно, между прочим, что даже слон стал ни-ни. Хотя-то он мог оставаться, ого-го, как самый большой в зоопарке. Но теперь, значит, и он тоже был ни-ни. Ни-ни. Пожалуй, довольна вам быть слоном? Я вас увольняю из слонов. Отныне вы больше не слон. А кто я отныне? Ну, отныне вы бабочка. Какая же я бабочка? Да не все ли вам равно? Ну, капустница вы, понятно? Белая вы и летаете, понятно? Понятно. Чего уж тут непонятно. Вот. Садитесь, пожалуйста, на цветы, так положено бабочкам. Садитесь, садитесь. 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 О чем же вы с ней плачете? О, же это тоже коровка. Меня назначили бабочкой. Мне трудно еле быть. А кто же вас назначил? Новая метла. Новая метла? Она сказала, как вкусница вы, понятно? Белые летаете, понятно? С тех пор все-таки пошло. Ну, просто. Ну, даже моим невооруженным глазом видно, что вы и серый, и толстый, и не подъем. Ну, и потом. Капуста. Ну, они же капусту едят все время. Вот вы едите капусту все время? Все время? Нет. Нет. Все время я капусту не ем. Куда же? А вы что, здесь все подчиняетесь мёдлому? Ну, выходит, мы как бы... Может быть, мальчик. Кто ваши родители? Слоны. Ну, не отдельно от меня жили. Какая разница? Отдельно, не отдельно. Сейчас же важно другое. Важно то, что они ещё раньше распорядились, чтобы вы были слоном. Причём в полном смысле этого слова. Вот мои родители, например, распорядились, чтобы я была вожей коровкой. А не коровой. Причём в полном смысле этого слова. Дабы никому в голову не пришло мне доить. Ведь молока давать я всё равно не умею. А если вам прикажут давать молоко? Прикажут? Тогда я так скажу. Что вы такой, чтобы приказывать мне давать молоко? Я, между прочим, не ваша корова, а божья коровка. Не поведусь к нему спиной. В крапинку. И всё. Так, всё, вы приходите. Субтитры создавал DimaTorzok Значит так. Значит так. Кто вы такая, чтобы приказывать мне быть капустницей? Быть белым и летать. Тьфу. Когда я слон. И причём слон в полном смысле этого слова. Я вот возьму и поведусь сам спиной. Скрапинку. И всё. И чтобы вы у меня новое вида больше не-ни. Не-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни. Не-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни. При том, что слон в полном смысле этого слова. Изберски грустный верблюд. И говоря уже о безумно старом льве. И невыносимо печальной лошади. Приживай с него. Безумно молодом тигре. Опять стали о-го-го. Как в общем-то и должно быть в заварке. А мы идём ещё в заварке. Как это был лесу. Вот видите, какой орешник. А какие лесночки. Вкусные, наверное. Вкусные. Большие. Орешник, 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 орешник. В этом сезоне в лесу был необыкновенно популярен орешник. Все просто с ума к нему сходили. Ну почему он столь популярен? Ну как бы сказать. Не скажи. Нам в таких вещах вообще... Так, и ничего и не поймёшь. В одно прекрасное утро. Вдруг он становится ни с того ни сего. Необыкновенно популярен в какую-нибудь орешнюю. Вот посмотришь на него. Орешник орешником. И вот надо же такому стать. Необыкновенно популярным. И хоть этот лоб расшиби. Стоит посреди леса весь от тебя. Необыкновенно популярный. И бьёт интервью всяким журналистам. Орешник считает. Орешник полагает. Орешник сказал. Вот Орешник и сказал. Последнее время вокруг меня И все, кто в последнее время Бились вокруг Орешника Ужасно обиделись. Понятно на что. Ведь это мы, которые бились вокруг него В последнее время сделали его таким Необыкновенно популярным. А вы не знаете, кто-то дрянь. Это он про всех сказал? Или про... Нет. Про всех? Нет. Про всех. Про всех. И все-таки не стоит нам тут виться. Чем больше мы тут вьемся, Чем популярнее он становится. Кто это дарила там такие глупые советы? Это я. Никому неизвестная букашка из именного цвета. А вы вообще-то существуете? Как мне понимать ваш вопрос? Ведь если бы меня не существовало, Со мной бы было бы невозможно разговаривать. Для меня нет ничего невозможного. Для орешника нет ничего невозможного. Для орешника нет ничего невозможного. Для орешника нет ничего невозможного. Так, что же касается вашего существования, Так, тут все очень небесспорно. Если вы спросите меня, существуете ли вы, то я отвечу со всей определенностью. Нет, вы не существуете. А почему вы, собственно, отвечаете так со всей определенностью? Да потому что существуют только те, о ком говорят. Взять хотя бы меня. Нет, я действительно существую. Обо мне все только и говорят. Я необыкновенно популярен. Почитайте газеты. Газеты, почитайте. Газеты, почитайте. Газеты, почитайте. Что же касается тех, о ком не говорят, то они не существуют. У вас имя такое? Никому неизвестное указка из-за модного цвета? Никак, ну, неизвестно. Да. Я? Да. Так ведь без причин не назовут? Не назову. А зачем тогда меня называют из-за модного цвета? Ведь если меня так называют, значит меня кто-то видел. И стало быть, я существую. Ну, как вам сказать? Это надо просто выкинуть из головы. Да, и вас позже надо просто выкинуть из головы. Просто выкинуть из головы. Почитайте. 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 А кто это тут такой-то плачет? Да я. Никому неизвестная букашка из-за модного цвета. И о чем же вы плачете? Да я не существую. И я не существую, потому что обо мне никто не говорит. Меня это просто выкинуть из головы. Какая чепуха. Всем, кто плачет, существует. Их не нужно выкинуть из головы. Двенадцать часов. Двадцать минут. Никому неизвестная букашка из-за модного цвета. Плакала возле орешника. Подпись. Девочка, гулявшая в области. Вот. Гнилой! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но если в яблок довелся червяк, есть его уже не станут. Так что держитесь, как от меня подальше, господин хороший. Как узко вы мыслите. Мыслить же надо широко. Каждое яблоко, которое вылупилось из витка и созрело, должно быть съедено. Так? Да. А кем оно будет съедено? Это из сущности не важно. Правильно. Именно память. Между тем, как яблоко, только что упавшее соседнее яблоко, не будет съедено никем. Оно погибло впустую. Впустую. Подумайте о тех из вас, кого ждет такая же участь. Подумали. И яблоки подумали. И загрустили. От такой участь никто из них не был застрахован. А теперь подумайте о тех из вас, кого оставят на яблони. Потому что висят и не слишком высоко. Подумали. И яблоки подумали. И с ужасом посмотрели на те яблоки, которые действительно висели слишком высоко. А теперь подумайте о тех, кого соберут и положат в ящики. А в ящиках жарко и тесно. Некоторые из вас гниют, так и не успев попасть на стол. Подумали. Подумали. Что же в этом хорошего? Вот-вот. А теперь подумайте о тех из вас, кого забудут в холодном подвале. И кто пролежит всю зиму на своем боку и потеряет всю свою свежесть и сочность. Свежесть. Подумали. Пролежать всю зиму в холодном подвале. Что может быть кожа? А что из этого следует? Что следует? Яблоки молчали. Они не знают, что из этого следует. А из этого следует, что я бы на вашем месте записался бы себе на прием. Я бы записала. Ведь я один могу гарантировать, что вы будете съедены не напрасно. Не напрасно. А посмотрите. Вон на тот черенок, на котором написано съедено целиком 14 августа. Да. Разве это не доказательство? Полное доказательство. Правоты моих слов полное. Полное доказательство. Полное доказательство. Однако. Всех я принять не смогу. Как? У меня ведь тоже время ограничено. Ну, если что-то успею, то успею. Просто magnesium. Командая. Это мягкий. Это мягкий. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Очень приятно Очень приятно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что меня, конечно, очень радовало И эта радость была написана прямо у меня на лице Дайте-ка я прочту Что написано у вас на лице? Радость? А по какому поводу у нас радость? По поводу жизни Такой долгой, интересной жизни Долгой и интересной? Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Энн, извините, если это слишком личный вопрос, но какая у вас диета? Какая у меня что? Он просто ведет неправильный образ жизни. Это как же? Между тем, жизнь коротка и скучна, ее надо беречь. А древной календарь хотел было возразить, что если жизнь действительно коротка и скучна, то чего же, дескать, ее беречь? Но смолчал. Он пока еще не знал про жизнь так много, чтобы настаивать. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают От вас же практически ничего не осталось. Разве? А я даже не замечаю. Ну, стоит ли вообще об этом думать, когда перед тобой такая долгая, интересная жизнь? Вы все о том же. Так и ничего не поняли за целый год. А древной календарь хотел было возразить, что если жизнь действительно коротка и скучна, то чего же тогда, дескать, себя щадить? Но смолчал. Он пока еще не знал про жизнь так много, чтобы настаивать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это, между прочим, очень интересный вопрос. Как именно в масло попадают те или иные сардины? Понятно, что до этого мы все плаваем в воде, но потом некоторые из нас вылавливаются и попадают в масло. После того, как мы попадаем в масло, нас закупорят в такие специальные баночки, и мы живем в них дальше, но уже называемся сардины в масло. А наши родственницы продолжают плавать в воде, даже не подозревая, что тоже могли бы стать сардинами в масле. Не стали бы не стали. И вот вопрос в том, что, видимо, мы какие-то особенные сардины. Сардины, которые вылавливаются из воды и попадают в масло. А что же у нас такого особенного? Трудно сказать. Но именно мы вылавливаемся и попадаем в масло. Будем считать, что те, кто вылавливается и попадает, это самые лучшие сардины в мире. Самые сардиницы из всех сардин. Просто мороз по коже дерет, как представишь себе плавание соленой, холодной морской воде. А ведь наши родственницы так до сих пор и мучаются. Бедняги. Наверное, они страшно завидуют нам. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Мы ведь самые лучшие сардины в мире. Самые сардинистые из всех сардин. Мне кажется, мы были выбраны как наиболее достойные. А почему вам так кажется? Потому что я слышала, что еще существуют сардины в собственном сагу. Наверное, это те, которые грешили. Которые что-то делали? Ну, грешили. То есть, жили недостойной жизнью. Жить недостойной жизнью значит убивать, воровать и обманывать. Я, например, не воровала, не воровала, не воровала, не воровала. За это нас и поместили в маслое. А вот если бы вы воровали или убивали или обманывали, то вы бы сейчас лежали в собственном сагу. Да уж, не повезло тем сардинком, которые грешные. Зато нам, безгрешные, наверное, все завидуют. Да, все завидуют. И про нас, наверное, говорят, они как сыр в масле катаются. Да. Почему как сыр? Потому что все сыры безгрешные. Ну, сами посудите. Вы когда-нибудь видели сыр, который ворует? Нет. Или сыр, который убивает? Вообще нет. Или сыр, который обманывает? Вообще нет. Вот то-то и оно. Именно за свою безгрешную жизнь сарази катаются в масле. А я слышу, что нас с вами следят. Верно ли это? Разумеется, верно. Даже несмотря на то, что мы безгрешные. Даже несмотря на это. Ведь рано или поздно съедают всех. И грешных, и безгрешных. Хорошо тут. Лежишь себе в масле и вуз не дуешь. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok